У этой мамы трое детей. Три года назад обстановка в доме заставила сотрудников полиции поставить семью на контроль. Женщина не работала, в квартире был полный беспорядок, а дети не посещали школу. Сейчас ситуация изменилась. А вы работаете? Конечно, я уезжаю. 20 минут седьмого, приезжаю к пятим, полшестого уже дома. Работаю на базе, каждый день работаю. Старшая дочь уже замужем, скоро сама станет мамой. Она-то и приглядывает за своими младшими сестрами. Кушать варите? Конечно, каждый день работаю. Инспектор по делам несовершеннолетних предложила семье отправить девочек в детский оздоровительный центр на время летних каникул. Это посещение семьи стало одним из многочисленных в ходе оперативно-профилактической операции «Быт». В течение двух дней сотрудники полиции посетят все асоциальные семьи, всех дебоширов, алкоголиков, ранее судимых лиц. То есть всех тех, кто требует контроля со стороны сотрудников органов внутренних дел. Особое внимание сотрудники полиции уделяют посещению семей, где решается вопрос лишения родительских прав. Светлана Цепелева в апреле этого года родила двойню. Один ребенок умер, а второго из-за недовлетворительных условий для проживания оставили в детской больнице. Я не могу детский получить ни в чем. Прописка у меня. Прописка временная была, у меня регистрация закончилась. Угу, понятно. Здесь вы, где проживаете? Ну вот, но временно тут проживаем все. Мы в зале, значит, жили, а потом уже сюда приезжали маму. В квартире, говорит женщина, помимо нее проживают еще восемь детей и восемь мам. И это не считая мужчин, которые в соседней комнате распивали спиртные напитки. Женщине дано шесть месяцев на исправление. Также сотрудники полиции посещают лиц, которые состоят на профилактическом учете. Будут устраиваться документы, у меня все в порядке, все свежее. Когда будете устраиваться? Вот, что заживет на лице еще. То есть вам недели-две хватит, да? То есть потом приходим, и вы уже трудоустроены, да? Да. В ходе операции «Быт» сотрудники полиции посетили 299 человек. К административной ответственности привлекли 117 правонарушителей, в том числе 46 за совершение семейно-бытовых конфликтов. В рейде полицейские раскрыли два преступления на бытовой почве – угроза убийством и причинение телесных повреждений. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Анна Маринец, Игорь Антонов, Телемикс.